В Верхней Волже расширены мероприятия госпрограммы здравоохранения Тверской области на 2019-2025 годы. Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Руденя. Почти на 139 миллионов рублей увеличится финансирование, запланированных на этот год мероприятий программы здравоохранения Тверской области. В том числе за счет средств регионального бюджета на 80 миллионов 800 тысяч рублей, а федерального на 58 миллионов. Еще одним направлением станет оснащение медицинскими изделиями учреждений здравоохранения, занимающихся реабилитацией. Закупка идет в рамках общероссийского проекта, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Мы понимаем, что сегодня, после этого ковидного периода, нам необходимо наверстать и вопросы реабилитации, и вопросы обследования наших граждан, вопросы прохождения диспансеризации, первичного медицинского учета. Поэтому работа очень большая, поэтому уверен, что будет правильно организовано и выполнено правительством Тверской области. 62 единицы дополнительного медицинского оборудования закупят для областного клинического лечебно-реабилитационного центра. Региону на эти цели из федерального бюджета направлено 58 миллионов рублей. Софинансирование из региональной казны составит 10 миллионов 200 тысяч. Также на нынешний год в госпрограмме предусмотрены дополнительные средства на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства на обеспечение детей с сахарным диабетом бесплатными системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Чтобы это облегчило их процесс лечения, замеры сахара в крови и проведение процедур, мы это уже сделали в первом полугодии, теперь мы эту работу продлили на второй полугодии и будем делать ее ежегодно. Система непрерывного мониторинга уровня глюкозы – это современные приборы с тонкой иголкой. Она позволяет автоматически измерять уровень сахара более 10 раз в сутки. Результат приходит на смартфон, что помогает лучше контролировать заболевания, избегать осложнений и подобрать оптимальную схему лечения. Планируется, что в течение июня эти гаджеты выдадут всем юным жителям Верхней Волжи с сахарным диабетом первого типа. Всего в регионе проживает порядка 430 детей, которые нуждаются в таких приборах. Как полагают медики, новые технологии в ближайшее время позволят значительно повысить качество жизни пациентов со сложными заболеваниями.